Кажется, летние каникулы начались только вчера, но фактически лето готовится встретить экватор. Организовать досуг своих детей не только разнообразным, но и познавательным вовсю стараются родители. Людмила Поленкевич с теплотой и улыбкой вспоминает, как она впервые привела своих внуков в музей. Дети заскучали на даче, и бабушка решила показать им Самарский музей Алабина. По счастливой случайности, именно в этот день начались занятия из цикла «Музейная среда для детей». На первом занятии дети узнали все о работе экскурсовода. Дочь уехала, говорит, ну если что, возить их? Она говорит, вози, им нравится. Ну вот мы и ходим. Даша любит рисовать, и вот она гербари очень. Они потом эти гербари, которые принесли домой, переделывали. Это вот убирали что-то, то есть создали другие композиции. Музейная среда для детей придумана для того, чтобы познакомить юных посетителей с музеем изнутри и показать, что каждый миллиметр выставочного зала был кем-то придуман и изготовлен. Каждую среду в музее проходят занятия для детей школьного возраста. Тематика то и дело меняется. Ребята могут примерить на себя роль экскурсовода, археолога, палеонтолога, ботаника или, как, например, сегодня, музейного дизайнера. Здесь сегодня мы изучаем, кто такой дизайнер. Потому что музей без дизайнера не может быть воплощен. То есть все, что вы видите, это дело рук дизайнера. И вот за моей спиной, собственно, макет палеозавры. Это морской ящер. Мы здесь любовно его зовем Яша, потому что вот он такой наш родной экспонат. И сегодня дети, собственно, познакомятся с Яшей. Узнают, что его когда-то кто-то сделал своими руками. И они тоже могут быть дизайнерами, попробовать себя в этой роли. По рассказам Екатерины Орловой, палеозавры Яшу собрали много лет назад сами сотрудники музея. Из того, что было под рукой. И вот уже который год он красуется перед посетителями, как самый настоящий символ творческого подхода к работе. На сегодняшнем занятии Яша был главным героем афиши, которую ребята изготовили на мастер-классе. Юных посетителей ждут подвижные игры, просмотр тематических видео, мастер-классы и, конечно же, экскурсия по музею. Занятия планируют проводить до конца лета. Александра Гусева, Сергей Баскин. События.